Привет. Привет. Как зовут? Ксюша. Очень приятно. Я одна работаю. Одна, да? Понятно, все. Я тоже один работаю. Ксюша. Здравствуйте. Это из Свердловской оригинальной общественной организации народной контроля. Мы к вам приехали с проверкой. Поступают жалобы на вашу организацию, что у вас здесь организован при том. Сейчас мы вызываем полицию и разбираемся. Жители жалуются на вас, что у вас тут резонт притон. Это правда, нет? Позовите, конечно. Сегодня 21 сентября, Божоу, 55. Обратились жильцы данного дома на притон, который находится на первом этаже. Общественники промониторили интернет-сайт данной организации. Установили, что здесь осуществляет деятельность притон под видом эротического массажного салона. Осуществляет деятельность он под названием «Ангелы и демоны». Так они называются. Только непонятно, кто из них ангелы и кто демоны. Что самое интересное, этот салон открылся в здании бывшего Кировского суда. Да, Кировский суд дальше был, да? Да, Кировский суд. Вот. Куда, кажется, катится же мир. То есть, где был суд, там сейчас притон. Соответственно, этот факт сегодня был зафиксирован общественниками. Заявления будут направлены в отдел по борьбе с преступлением в сфере общественной нравственности для проведения оперативно-расследовательных мероприятий и привлечения организаторов к уголовной ответственности. Находимся в помещении эротического массажного салона «Ангелы и демоны». Так называется этот массажный салон. То есть, видим, что у нас слева ангелы, справа демоны. У нас свободно рекламируется и, скорее всего, продается алкогольная продукция. Вот видим, что у нас есть виски, вина, пиво, шампанское. Здесь же помещение у нас для клиентов, для ожидания и осмотра девушек, которые здесь работают. Здесь у нас помещение для оказания услуг интимного характера. Тут, правда, света нет. Но, в общем, все понятно, чем тут люди занимаются. В настоящее время зафиксировали работу данного заведения. Информация будет записываться. Мы не заходим, просто смотрим. Вот мы видим, что тут, скорее всего, работницы, которые работают в этом заведении, и оказывают услуги соответствующего характера. Информация будет направлена в подразделение, которое занимается раскрытием преступлений в сфере общественной здравственности для проведения объективной проверки, привлечения организатора к уголовной ответственности. По статье 241 УК РФ.